МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 всеобщее торжество закона практически нет почему я юрист и сам по себе их не интересую но есть компании которые я работаю интересует их очень ну и что ну как вы не понимаете герман алексеевич они ждут уже доказательства так что ситуация для меня однозначные кузнецов на выход быстрее быстрее сильнее о доченька проснулась что ты рано сегодня обед еще не кончился ну говори говори вижу что-то сказать хочешь папа в общем вчера коли меня встречал возле клиники что за кольта футболист а ну и что с ним ну мы с ним очень плохо попрощались там была потасовка журналистами я нарал на него и мне кажется он на меня обиделся ну что это за мужики которые на девчонок обижаются миша ирина в него влюблена может ты не будешь лезть не в свое дело ирочка скорее изложить свою проблему иначе папа рискует опоздать на службу можете без твоей помощи обойдусь слушайте перестаньте ругаться помню этого колю хороший парень был бы рад если тебя все друзья были бы на него похожи только я не понимаю что это от меня хочешь чтобы я что с мирю столь нет мне нужно его срочно увидеть ты можешь мне дать какую-нибудь машину или пусть меня отвезут к нему например но это не проблема ниша это плохая идея папа чё она вообще не кричи кати права не надо тебе сейчас из дома уходить продеваться под этих папарацци понимаешь у него решающий матч если я не приеду это будет очень плохо перебьешься тоже у меня фанатка объявилась вот этих журналюк придушим и тогда уж пожалуйста гуляйте смотрите друг на друга да ряби в глазах а пока же подождать надо миша время о да пока ну не ссорьтесь ради бога давай пригласи к нам этого ранимого спортсмена кузнецов да добрый день здрасте присаживайтесь я назначен вашим адвокатом что значит назначен по закону вам предоставляется бесплатный государственный защитник бесплатный бывает только сыр мышеловки у меня свой адвокат есть почему его не позвали для встречи с потерпевшим ему требуется специальный пропуск который может выдать ему следователь по вашему делу ну и в чем проблема а может и не выдать интересно и как вы собираетесь меня защищать мне почему-то кажется что это не входит ваш план позвольте совет но и лучшим выходом для вас является сотрудничество со следствием подпишите протокол аварии и признательные показания это я вам чисто по-человечески советую мне это уже советовали чисто по-человечески но почему-то меня совершенно не устраивает герман алексеевич я вам открою один секрет следствие по вашему делу официально еще не началось и не начнется пока вы не подпишите необходимые документы так то я вообще не понимаю зачем подписывать а я вам объясню официально вас здесь нет вы где-то в виртуальном пространстве и из этого статуса при своем упорстве вы можете так и не выбраться вы понимаете о чем я говорю более чем ну значит и договорились обещаю вам выхлопотать наиболее мягкие условия содержания и минимальный срок да и не исключено что до суда вас выпустят под подписку я ничего подписывать не буду стой я бы тебя к нам домой взяла да мама не разрешает стой но ничего я буду к тебе приходить каждый день каждый день и вечер гулять с тобой пойдем так альма ну кого я здравствуйте настенька гуляем да ой привет альма иди моя хорошая иди моя хорошая слушай она наверное скучала без него да да по дверью лежала альма ну ладно настена да я хотела спросить а папа надолго уехал а я не знаю он не сказал ой ну да 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 ага да настя да скажи бабушке чтоб она мне позвонила я достала шикарную мазь да альма от боли в суставах очень хорошо помогает до свидания альма антон саныч там у нас что случилось герман алексеевича нету что значит нету на работе нету а у него сегодня операции вообще мы звонили телефон отключен пульмонология почему вы уверены да да понял герман алексеевича сегодня не будет он заболел что так серьезно заболел а когда же он выйдет что мне всем сказать я сам скажу ладно черт что я джет он а ее он Это служебное помещение. Для посетителей. Это ближе к выходу. 14-й кабинет. Хорошо. Вера, проконтролируй, пожалуйста, все сама. Да, и на всякий случай подготовь сюжет о компании Завадского. Да-да, на перекрытие. Это черт знает что такое. Это я не тебе. Жду информации. Дружище, я непонятно выразился. Покиньте кабинет, не мешайте работать. Ефим Яковлевич, если не ошибаюсь. Ну? Ефим Яковлевич, на какое время у вас назначен выход материала о семье господина Сундукова? Какая разница? Кто вы такой? Что вам нужно? А, вам еще не звонили? Нет. Да. Здравствуйте. Эфим Яковлевич, я вынужден повторить свой вопрос. На какое время у вас назначен выход репортажа о семье господина Сундукова? Материал еще в эфире не был, если вас именно это интересует. И это очень хорошо. Потому что произошла досадная ошибка. Я бы даже сказал, серьезное недоразумение. Ваши сотрудники, журналисты вашего канала подготовили материал, не проверив информации. То есть они сфабриковали материал, компромиссирующий семью господина Сундукова, известного политика. Да, да. Честного предпринимателя. И весьма уважаемого человека. И это, Ефим Яковлевич, очень нехорошо. Да. Нехорошо. Я вам готов предоставить копии документов об истинном виновнике происшествия. Там протокол с места происшествия, опрос свидетелей, сотрудников ДПС. И я очень надеюсь, что вас подобная корректура никоим образом не огорчит. Нет, не огорчит. Ну и славно. Ефим Яковлевич, и на будущее давайте договоримся, что впредь на вашем телеканале будут более трепетно относиться к информации провокационного характера, порочащей государственных деятелей. Но зачем нам с вами лишние нервы и переживания? Это ни к чему. С татутрессу нам... Ни к чему? Ни к чему. Отлично. И я был искренне рад нашему с вами знакомству. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. Какие планы на вечер, подруга? А, планы? Есть у меня один план. Хочу Геру вытащить в ЗАГС заявление подавать. Вот это правильно. А чё так не уверена? Ты поднажми, поднажми. Куй железо, пока горячо. А то вдруг раз, и передумает. Не передумает. Трубку не берёт. Да звонить до него не могу. Сердце не на месте. Фима, ты можешь объяснить, что случилось? Почему сняли наш репортаж в сетке? Да, Ефим Яковлевич, объясните, пожалуйста, что за дела в тихаря? Мы что, практиканты какие-то, что ли, а? Очень хорошо, что пришли. Значит, сейчас у нас с вами произойдёт душевный разговор. Фим, давай разговор и вот потом объясни, почему сняли репортаж. Да, объясните, почему? Почему вы убрали наш репортаж? Почему? Тихо, тихо, без истерик. Вы откуда взяли информацию? Откуда? Из инета. Из инета. Мы вообще-то каждый пятый материал оттуда берём. Да вы совсем с ума сошли. Детский сад устроили. Мы федеральные СМИ. Мы несем ответственность за каждое слово, сказанное в эфире. Наша программа «Чистая пятница» имеет незапятнанную репутацию. А вы всякий мусор в интернете... Мы всё проверяли, Фима. Что случилось, ты можешь объяснить? Проверяли? Да. Проверяли, щеки. Держи. Вот как проверять надо. Изучите, а потом идите и добывайте информацию. И повнимательней. Ещё раз поднимите, не на тех, ножку. Вылетите вон из редакции. Понятно, да? Свободные. Понятно. Пойдём. Мне кажется, вам не стоит подать пессимизм, Германа Алексеевич. Ваше решение повлияет только на вашу собственную судьбу. Это ваши личные обстоятельства. И вы сами решаете, как их повернуть. Господи, это же подлинное счастье. Я понимаю. В данном случае вам сложно принять решение. Жизнь вообще сложная штука. Неужели? Давно доказались? Лет с пятнадцати. Вот именно. Это открытие именно для подростка, что жизнь сложнейшая штука. Что она не делится на белое и чёрное. В нашем с вами возрасте мы должны понимать это. Понимать что? Да это уже не имеет решающего значения. Ну а что имеет значение? Германа Алексеевич. Жить, конечно, не делится на чёрное и белое. Спектр её разнообразен. Чёрное – это чёрное. Белое – это белое. И подлость не продадут никакими обстоятельствами. Понимаете? Никак. Сейчас, сейчас, сейчас. Где лекарство ваше? Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Удачи бы. КАШЕВЛЯ 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 Диман Алексеевич, дорогой, вы меня простите за пафос. Я сам стараюсь его избегать. Но нервы расширились. Понимаете? Представишь, что остаток жизни придётся проводить на зоне. И никакого выхода. Никакого. Харе базаре. Давай спать, Михалыч. ТРЕВОЖНАЯ КАШЕВЛЯ ДИНАМИЧНАЯ КАШЕВЛЯ 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 Работаем, это он. Поняла. КАШЕВЛЯ В чем, собственно, дело? На вашем отделении работает хирург Герман Алексеевич Кузнецов. Известно ли вам об аварии, виновником которой он оказался? Что за глупости вы говорите? Хотите узнать об аварии? Езжайте в больницу к девочке, которую он спас. Там все узнаете. А что бы вы могли рассказать о его работе, пристрастиях, привычках? Какой у него психологический портрет? Может быть, он выпивал на работе, брал взятки, делал платные операции? Послушайте, ваш приход сюда не согласован со мной. Прошу вас покинуть помещение. Какие у вас были взаимоотношения с Кузнецовым? Как он вел себя с остальными коллегами? Я сейчас позову охрану. Сорвалось. Спускайтесь во двор. Я дам вам интервью. Ес! Пошли! У вас там в камере доктор один квартирует. Кузнецов Герман Алексеевич. И что? Не быкует, нет? По молодости боксом занимался. Быкует. Да мы из таких боксеров девочек делали. Вот и хорошо. Прессануть доктора надо. Да пожестче. Чтобы он с хаты ломиться начал. А зачем мне это надо, начальник? Почему я нормального мужика должен прессовать? А если он закроет глаза на парочку твоих подвигов? Может, договоримся? Ну что ж, начальник. Готовь зеленку и ед. Работаем, работаем, работаем. Активно, активно, ребята. Давай, давай. Да, малыш. Держите там. Коль, привет. Привет. Прости меня, пожалуйста, что я вчера к тебе на матч не успела. Но я очень скучаю по тебе. Может, у тебя завтра тренировки ведь нет? Может, ты завтра приедешь ко мне? Хорошо. У меня папа завтра решил устроить мини-вечеринку там. Ну, там Дэна можешь взять или кому-нибудь еще. Хорошо, понял. Жди меня с утра. Ну, мы еще созвонимся. Все, целую. Пока. Оля, ну долго ты? Да иду. Работаем, работаем. Активно, активно, ребята. Маслы подтяни. Так нормально? Ты чего, Эболит? На грубость нарываешься? А мне с тобой делить нечего. Я что-то не понял. Ты что, со мной разговаривать не хочешь? Привязывайся немедленно в скандал. А ты заткнись, дохлик. Что тебе надо? Или что-то меня надо? Борзость твою избавить. Что вы делаете? Михалыч, что? Что за мной? Стой, 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 стой. Подожди, Михалыч. Держись, Михалыч. Ребята, у меня человек плохо. Михалыч, слышишь? Да подожди, у него сердце плохо. Пошли! Да что творить? Привет! КАШЕВЛЯЮЩАЯ МУЗЫКА КАШЕВЛЯЮЩАЯ МУЗЫКА Давай! Давай! К стене! Посидишь, будешь знать, огни свое тело лезть. Ну что, я тебя билет на футбол взял? КАШЕВЛЯЮЩАЯ МУЗЫКА КАШЕВЛЯЮЩАЯ МУЗЫКА Давно вернулся Только что Поздновато Альбина ресторан открывала Можешь позвонить, проверить Да, а надо проверять И что с тобой Ничего Весь вечер тебе звоню А банк недоступен У Альбины в ресторане плохая связь А самой позвонить Не сообразила Я звонила тебе весь день Телефон был выключен Я с конкурентом сидел Работал Если тебя это интересует Миша Ну, прости меня Ну, конечно, я должна была до тебя дозвониться Ты меня извини, Катюш Сорвался что-то Выпьешь? Давай За тебя За тебя Ну, на работе проблемы Да, Соломин откуда-то Про Юрку пронюхал Работают конкуренты Ничего не скажешь Ну, ладно, не важно Миша Так сложно решить Ирину проблему Да уперся этот вот СИЗО сидит, а все равно Хорошо, хоть С журналистами Сумели решить Все проблемы Как раз Паша сегодня был На телевидении Вроде желтой прессой Все уладил Ты не можешь Всем лично заниматься Пусть Паша и сражается С этим человеком Он кто? Да врач, Господи Нужно мне с ним бодаться Сделал бы все О чем договорились И никаких проблем Ну, получил бы года два Может быть, даже условно Так нет же Он гордый Мать честная Миша Ты все решишь Я уверена Катюша С тобой я вообще Горы сворочу Ребята пришли Все, Ирэн Деряем товарища Ой, дураки Ну а что? Ему-то что-то С такой же у нас А мы тут себе Места не находим Все глаза выплакали Во, Никита Покажи глаза свои Да нет Да нет Да нет Да как же мы без него-то Аж сердце заходится Мы не плачем Ой, да хватит Мик Ну и тогда ты уже Уже скоро Сейчас английскую визу оформляю И когда паспорт будет готов Все, улетаю Да Лет в Лондоне прикольно В Лондоне классно Ладно А ты не передумал? Ну, здесь только ненадолго Ну, до следующей осени Ну, согласна О, люди, родился тост за восходящую звезду отечественного футбола. Эх, мне бы в Англию. Да, вам, завиды молча. Всем добрый вечер. И рад. Вау, какие тут красотки прячутся. Девушка, а как вас зовут? Екатерина Васильевна. Екатерина Васильевна, а что вы там одна скучаете? Идите к нам. Мы вам скучать не дадим. Ну вы даете. Сейчас проверим. Ирен, Ирен. Кто это? Папина жена. Вообще, за каким чертом вы ее сюда позвали, а? Она мне всю печень съела. Ну, Ирен, не переживай, без печени мы тебя не оставим. Слушайте, если хотите с ней тусить, тусите с ней. Подожди, ну мы же к тебе приехали, а не к твоей мальчике. Ну чего ты? Ну какой я в прошлом мальчик голосом стебил. Ой, 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 ой. Ну, ну, я о чем и говорю. Ты видел, какой я забил? Ты там. Ты просто отдыхаешь. Ты младенец по сравнению со мной. Добрый вечер. Ну, можно по имени и на ты. Отлично. Я Дэн. Это Никита. Ну что, какие планы? Как какие? Оттягиваться и хулигане обезобразить, пока взрослые не вернулись. Содержательно. Ну хорошо, ребят. Счастливо отдыхайте. Как, Катюш, а что ты решила нас игнорировать? А ей скучно с молодежью. Правда, что ли? Да нет, конечно. Мне совсем не скучно. Просто пока Ирина не научилась разбираться в поведении взрослых... Ой, а ты прям так разбираешься в них, прям мысли читаешь. Ира, бывает иногда. Да ладно. А мои прочитаешь? Так. А ну-ка, а ну-ка. Попробую. На выход. Ну. Лицом к стене. Пошел. Что? Вы кашляете, Герман Алексеевич? С вами все нормально? Вполне. Нет. Какая-то болячка обострилась. Здесь это запросто. Ирман Алексеевич, давайте без обиняков. Вот вы уверены в том, что вы не виноваты. Ваше право. Пока идет следствие, вы подозреваемый. Но мы ведь с вами прекрасно понимаем, что следствие по такому делу, как ваше, может длиться очень и очень долго. Ведь все против вас. И техническая экспертиза, и показания свидетелей. Зачем вы упорствуете? Вы. Вы являетесь единственным виновником аварии. Вы прекрасно знаете, что это все сфальсифицировано. То, что знаю я, останется при мне. Важно другое. То, что обязательно случится. И вам ли умному человеку не понять, что в одиночку против серьезных обстоятельств, подкрепляемых заинтересованной силой, невозможно по определению справиться. Ну, ладно, хватит. Я не одиночка. Да. А я вот смотрю, вы в той же одежде, в которой вас сюда привезли. Да вам белье некому передать. А не то, что вытащить вас отсюда. А это не ваше дело. Разумеется. Поэтому отправляйтесь обратно в камеру. И продолжайте думать. Ведь в этой камере у вас есть хоть такая возможность подумать. Но существуют и другие места. Пресс-хаты. Откуда такая осведомленность, Герман Алексеевич? Ну, в общем, вы правы. Условия, знаете ли, содержания в тюрьмах тяжелые. Через годик таких размышлений вы выйдете отсюда совсем другим человеком. И нынешний кашель вы будете вспоминать, как богатырское здоровье. Ведь в больницах тюремных не во всех, конечно, проводят не терапию, а констатацию. Ну, не мне вам объяснять, насколько хрупок человеческий организм. Конвой! Уведите задержанного. Пойдем. Муромцев где? Так забрали его сразу после тебя. Умер? Да нет. Очухался. Сел с деньгами, хлопает. Пришли, забрали с вещами. Зря ты за него. Каждый сам за себя. Он уже, небось, на свободе водку хлещет с дружбанами, а ты за него здоровье потерял. Лыжи, курево дай. Куда ты себя тянешь? Оставь капсул. Что, дай? Что, буквально-то скорую читаешь? А? 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 Серова Нина Сергеевна? Да. Простите, а вы, собственно, кто? Что вам надо? Мы из телевидения. А? Здравствуйте. 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 Нина Сергеевна. Буквально с первых минут мы следим за ходом расследования этой страшной аварии. Со своей стороны мы подключили все информационные возможности, чтобы помочь следствию. Может быть, как-то это вас утешит, но человек, который лишил вас... Пожалуйста, тише. Да, да, да. Человек, который лишил вас близких, он арестован. Это оказался не какой-нибудь простой лихач, а человек, можно сказать, входящий в элиту нашего общества. Да, да, элита. Элите сейчас все можно, все дозволено. Мы что, для них мусор в лебее? Одним больше, одним меньше. Его профессия подразумевает спасение людей. Он врач. Врач? Да. Надеюсь, Господь его накажет. Нам бы тоже очень хотелось, чтобы он не избежал наказания. И для этого мы бы хотели снять сюжет про вашу историю. Вы согласны? Я согласна. Начинайте. Какие планы на сегодня? Миш, еще не знаю. Должна на фитнес идти, но так лень. Да не ходи. Ты без фитнеса. Очень хорошо. Кать. Ну, Кать, я сладкий люблю. Миш, это так вредно. О, доченька нарисовалась. Что-то рано сегодня. Доброе утро. Да кошмары измучили. Что ты говоришь? Катька снилась. А мне вот почему-то, когда она снится, с утра замечательное настроение. Вот почему это, Кать, а? Ой, боже, засахарьтесь тут оба сейчас. Илька, придется тебе в суд сходить, выступить в качестве свидетеля. Зачем это? Не понял вопроса. Тебя что, не устраивает статус свидетеля? Хочешь остаться обвиняемым? Ну, ладно, пап, что надо делать? Да ничего. Придешь туда, тебе все расскажешь, что говорить. Документы только не забудь. А я знаю, где они. Старая история. Найди. Где их искать буду? А я знаю, куда ты их засунул. К матери съездил. Может, там, где валяются? Ну да, может, у нее. Ладно, поеду. Спасибо тебе большое. Соизволила. Я договорился с телевизионщиками, они сюжет подготовили про нашу аварию. Ну, главный фигурант, конечно, наш хирург Кузнецов. А, кстати, сюжет пройдет уже в дневных новостях. Мы успеваем, можем посмотреть. Паш, не говори чушь, а? Мне зачем этому? Сам посмотри, сам прими решение. Что там дальше делать? Дальше я хочу еще прессу подтянуть. Ну что, прошел материал во всех наших основных печатных изданиях? Ну, про игру, понятное дело, ни слова, везде. Кузнецов, 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 а? Отлично. Мне в тылу проблемы не нужны. Ой, Ирочка, это ты, дочка. Спишь, что ли? Я тебе уже полчаса звоню. Так у тебя-то ключи есть. Да фиг знает, где они. Ну, проходи. Проходи, дочка. Да. Ну и склеп у тебя. Хоть бы проветрило. А я не замечаю. Ну, садись, доченька. Ну, расскажи хоть, как ты живешь, как у тебя дела? Нормально. Слушай, мам, ты права мои не видела? Так они же у тебя, доченька. Нет их у меня, ты их забрала. Ну, как же, Ирочка, ты же машину водишь, значит, это права у тебя. Ничего это не значит. Короче, я пойду права искать. Ну, мам, выключи ты этот телевизор, он у тебя что, целый день горит? А, да. Блин, невозможно, где этот пульт? Партак какой, а? Ну, да, доченька. Телевизор днем и ночью орет. Ну, я же ведь совсем одна. А так, понимаешь, хоть голос какой-то живой. Ну-ка, дай. Мы сообщаем все подробности этой запутанной истории. Мы держим на контроле расследование дела об аварии, произошедшей неделю назад на Петровской набережной в Петербурге. Посмотрите. Посмотрите. Корреспондент поговорил с матерью 30-летней Ольги Серовой, которая погибла в аварии вместе со своим мужем. У нас была очень дружная семья. Очень хотели второй ребенка. Так радовались, ждали. Очень хотели мальчика. Что говорят врачи о состоянии Вики? Все надеются. Восьмилетняя девочка чудом осталась жива. Она находится в больнице со своей бабушкой. Задержан предполагаемый виноник аварии. Как нам стало известно, это врач одной из петербургских клиник. Герман Кузнецов. Катастрофа. Понимаете, у нас нет этой информации. Так узнайте, пожалуйста. Он из тюрьмы просто не выйдет. Алло, Владимир, здравствуйте. Да, 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 да. Скажите, пожалуйста, вам документы поступали от нас. Понятно. Слушай, а может быть, все не так страшно? А вдруг ошибка? Я думаю, надо подождать, пока все будет ошибка. Какая ошибка? Какая ошибка? Нам что с тобой, на кухне об этом сказали? Интересно, сколько ждать? Пять лет, десять? Боже мой. Боже мой. Ну, почему мне так не везет? Не надо, не надо. Ты бы хотя бы ремонт сделала. Да нет, Ирочка, пусть будет все как при тебе. Зачем? Ну, а вдруг ты вернешься? Я дура, что ли, а? Блин, какая у тебя тут грязище-то? Сама на кого похожа? Ну, где же они? Ирочка, посмотри, может быть, они в сумке? Ну, не могла же ты ездить без прав? Посмотрела я уже. Блин, подкладка порвалась. Ну, вот, я же говорила, не могла же ты ездить без прав? Это все, мам. Зря только приехала. У тебя пожрать-то есть хотя бы? Ой, доченька, ничего нет. Если бы ты предупредила, я бы приготовила. Я же теперь не готовлю. Для кого мне теперь? Ладно, ладно, а чай есть? Чай есть? Чай есть? Ну, ты посмотри на себя. Ну, вот, когда ты последний раз была в парикмахерской? Я уже не говорю про спа. Спа? Ну, ты ходишь, как чумошница последняя. Я не понимаю, тебе отец отстегивает бабло. Ну, вот, почему ты не можешь одеваться по-человечески? Ой, Ирочка, перед кем мне наряжаться? Кончена моя жизнь. Так как перед кем? Перед собой, мамочка. Наряжаться, гулять, развлекаться, жить для себя. Ну, как это для себя? Ну, разве это жизнь? Ну, что делать? Живу. Не выбрасываться же из окна. Вот была бы ты похитрее немножечко, то эта стерва фиг бы его увела у тебя. Только об этом нужно было раньше думать. Зачем? Что зачем? Ну, зачем быть похитрее? Ира, ведь это просто смешно. Я вышла замуж за твоего отца, когда он был простым вахтенным в Сургуте. Свадьба у нас была вообще за занавеской в бараке. Мы прошли с ним всю жизнь. И вот теперь я на старости лет должна придумывать какие-то хитрости, для того, чтобы он меня любил больше, чем ту, которая два раза хвостом вильнула. Это противно. Противно? Ну, тогда сиди вот здесь вот одна противно ей. Скажи спасибо, что Катька еще квартиру не оттяпала у тебя. Доченька, а эта Катька тебя не обижает? Вернулась бы ты домой. Ну, Ирочка, доченька, ну, какой тебе интерес жить с этой стервой? Еще чего, к тебе, что ли? Да ты ж неудачница. Ты понимаешь, что это заразно, мам? Не, я лучше с папулей поживу. Он хотя бы живет по-человечески. И потом надо у него почаще перед глазами мелькать, чтобы он не забывал, что у него дочка есть. А то Катька родит ему гаденышей. Не, ничего, ничего. Я Катьку перетерплю. Ты знаешь, вот я иногда думаю, что папа через год себе еще кого-нибудь может найти. А что? Один раз катушек слетел, второй раз тоже слетит. Ну, и жизнь у тебя. Да, нормальная жизнь. Вот посмотрю я вокруг. Все так живут. Каждый для себя. Ну, разве-то по-человечески. Мам, вот... Ты извини, конечно, а по-человечески это как? Вот сегодня человек один, а завтра человек совершенно другой. Вот утром он белый и пушистый, а к вечеру может стать последним подонком. Понимаешь, тут все зависит от обстоятельств. Вот тебе знаком такой термин, как релятивизм? Этому вас в институте учат? Нет. Это нас жизнь учит. Все, ладно. Я пойду, наверное. Я не могу. Вот у тебя вот полчаса посидишь, и уже вот прям давиться охота. Не провожай меня. Иди, Ирочка. Вася, что там у тебя? Значит, только что посмотрел криминальные новости по каналу ТРС-2. А то есть в самой аварии, где я был свидетелем. Прикиньте, а девчонки, убившие двух человек, не сказали ни слова. А во всем обвинили врача, который спасал ребенка до приезда скорой. Это нормально? Вообще, куда катимся? Долбанные мешки с деньгами. И ведь правда посадят стрелочника. Да уж. Нифига. Мы еще пособачимся. Ребят, я с вами. Давай, мути. Все правильно. Ладно, всем пока. Пойдем, пойдем. Извините! Да? Извините, пожалуйста. А вы, случайно, не знаете, тут у вас во дворе должен жить хирург? У него такое достаточно редкое имя. Герман. Герман Кузнецов. Его сейчас нет. А, то есть вы знаете? Это хорошо. На самом деле, я ищу его родственников. Зачем? Да я сегодня по телеку посмотрел про него репортаж. Его там обвиняли в ДТП и в том, что он убил двух человек. И... А я был. Как раз во время аварии. Я все видел собственными глазами. Он ни в чем не виноват. В общем, я хочу помочь человеку. Я его дочь. Очень приятно. Вася! Настя. Слушаю вас, Герман Алексеевич. Что вы хотите мне сообщить? Если я подпишу протокол, я отсюда выйду? И признаете свою вину. Да. В таком случае, я не вижу причин, по которым вы бы до суда не могли бы находиться на свободе. Я подпишу протокол. Вот здесь и с обратной стороны. Подписка о невыезде. На этом наше с вами общение закончено. Вы рады? Я могу идти? Разумеется, можете. До суда вы совершенно свободны. Герман Алексеевич. Смею подозревать, что вы решили воспользоваться передышкой для выправления своего положения. Не советую вам тратить на это время. Что-либо изменить не в ваших возможностях. Я просто советую вам потратить оставшееся время на различные удовольствия. Тем более, что испытать их вам еще не скоро придется. Да, кстати, совсем забыл. Вот вам от меня подарок. Конвой! Проводите! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!